Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, дорогие друзья! Высказать свое мнение, как же вы боретесь со стрессом в пробках, как вы научились водить машину, ну и сколько времени вам понадобилось, чтобы чувствовать себя комфортно и уютно за рулем. 202-11-22, присоединяйтесь, мы всегда рады вашим звонкам. Итак, я тем временем, пока вы вспоминаете, как же прошли ваши годы в автошколе, точнее месяцы в автошколе, я напоминаю вам наших сегодняшних гостей. Итак, знакомьтесь, приветствуйте. У нас сегодня Самарский областной учебный комбинат, автошкола при Самарском областном учебном комбинате. И Ольга Доронина, генеральный директор, здравствуйте. Здравствуйте. И Валерий Сынтин, заместитель директора. Здравствуйте. Что ж, я знаю то, что 9 месяцев прошло с изменениями в правилах дорожного движения, вообще с обучения, с программой, да, для программы обучения в автошколах. И не все автошколы смогли удержаться на плаву, не все автошколы смогли как-то выжить в этих условиях. Вот с чем это связано? Во-первых, хорошо, что вы к нам пришли, значит, вы выжили, значит, вы смогли эти реформы как-то перенести. Как-то можете объяснить, почему? Ну, все это началось с 11 августа 2014 года, когда были изменены, вернее, даже не изменены, а введены новые программы профессиональной подготовки. И требования, естественно, к этим программам, к реализации этих программ, они ужесточились, изменились. И очень много ввиду этих изменений, поэтому и автошколы, которые реализовали эти программы, ну, понятно, подверглись изменениям и, так сказать, не смогли, как вы говорите, удержаться на плаву. Ну, такое глобальное изменение, это, конечно же, заключение ГИБДД. То есть на сегодняшний момент, то есть с 11 августа, необходимы все рабочие программы на категорию А, Б, С, Д, Е, согласовывая с госинспекцией. В данном случае у нас госинспекция морской области, это управление. После этого необходимо получить заключение ГИБДД на соответствие учебно-материальной базы автошколы. То есть и тут уже вступают вот эти все изменения в учебно-материальной базе. Это касается и оборудования при реализации, то есть это необходимо, тот перечень и манекены по первой помощи, и, так сказать, еще оборудование фаркопами, детскими удерживающими креслами. Это все необходимо находиться в учебном классе и демонстрировать, и обучать водителей. На примере. Да, на примере, да. Ну и, естественно, такое большое изменение, которое необходимо еще в автошколу, которая... Учитывая, учитывая. Да, это автодромы, как мы их привыкли называть. То есть в данном случае необходимо иметь автодром размером 2400 квадратных метров. Ну и, соответственно, автодром должен иметь однородное асфальтно-цементное бетонное покрытие, иметь ограждение, иметь горку, как мы называем ее, да. И все это должно беспрепятственно для окружающих. То есть въезд, пропуск и так далее и тому подобное. Вот таких площадок в городе у нас немного, которые действительно соответствуют этим требованиям. Ввиду этого, естественно, и многие автошколы, небольшие автошколы, которые не имеют такой учебной материальной базы и отказались от реализации этих новых программ. Ну вы смогли. У вас все требования совпадают. Слово сказать, у нашей организации две закрытые площадки, два автодрома. Один находится в районе автовокзала, а вторая площадка находится в районе железнодорожного вокзала. Они оборудованы в соответствии с требованиями ГИБДД. Размечены по упражнениям, которые используются на экзаменах. Вот так что мы соответствуем всем. А какие сейчас упражнения, кстати? Я вот навненько заканчивала автошколу. Я имею в виду горка, я помню заезд в гараж. Ну, в общем-то, глобально ничего не изменилось. Все экзаменационные упражнения остались те же. То есть змейка, горка, въезд, боковая парковка. То есть задним ходом езжаешь. Вот. Разворот? Разворот в ограниченном пространстве. Я, правда, тоже давно не присутствовал на экзамене. Может быть, там какое-то дополнение еще сделали. По-моему, мы исключили из экзамена въезд в бокс. То есть вместо въезда в бокс, по-моему, ограничились только боковой парковкой. Хорошо. Ну, я так понимаю, что какие-то изменения коснулись материально-технической базы. Правильно? Совершенно верно. Это я о том, о чем я говорила. Учебный терминальный база. То есть это вот как раз, что необходимо учитывать, чтобы... По одной медицине у нас добавились учебные часы. Ольга Анатольевна подскажет, сколько часов у нас стало теперь менять. Нет, медицина немножко, значит, что в программу. То есть если говорить о том, что изменение вообще программы на категорию B, то есть здесь коснулось изменения раздел и темы предметов. То есть на сегодняшний момент мы получаем не дополнительную подготовку какую-то, а получаем профессию водитель. И те темы, которые были дополнительно введены для того, чтобы присвоить желающемуся, обучающемуся именно профессию водитель, это первые психологические свойства водителя. То есть это, так мы называем, прессонародная психология. Это работа с квалифицированным психологом, который рассказывает, как действовать в критических ситуациях, как удержать себя, так сказать, в стрессовой ситуации. Да, совершенно верно. И если у кого-то нет, допустим, данного преподавателя по этой дисциплине, то в автошколу необходимо иметь аппаратно-программный комплекс водителя. Это определенное тестирование на, так сказать, аппарате, таком небольшом, вроде как измерение давления, чуть побольше. Вот, и подключается, эта программа подключается на компьютер, и вы уже отвечаете на вопросы, которые непосредственно программой задаются, и этот аппарат вас как бы тестирует и выводит вам результат. Такой некий детектор лжи, да? Ну, так сказать, знаете, большинство, которых на этом аппарате у нас тестировались, обучающиеся, то это в основном все подходящие группы, то есть каких-то там отклонений таких нету. Поэтому, в общем-то, все улучшающие проходят медицинскую комиссию, и уже психиатр дает заключение, здоров человек или нездоров. Поэтому здесь на аппарате все, в общем-то, пригодны. Очень редко бывают случаи, я на своей практике не видела, чтобы кто-то не прошел данное тестирование. Вообще, конечно, удивительно, что на автошколы вот такую обязанность прохождения тестирования возложили. В общем-то, должны специалисты узкопрофильные, то есть в том же психдиспансере, когда ученик приходит за медицинской справкой, там и должны проводить вот это вот тестирование. Кстати, да, это было бы, наверное, логичнее. Более логично, конечно. Ну, поэтому, видите, автошколы теперь присваивают профессию водителя, и, видимо, ввиду этого нам навязали эту норму. Ну, видите, какая многопрофильная автошкола стала. И по медицине подготавливаем, и психофизические особенности проходят. Еще перебью прямо буквально, то есть если мы касаемо этой программы, такой предмет, как организация дорожного движения, то есть грузового пассажирского транспорта. То есть у нас курсанты теперь, как мы назовем курсанты, это обучающийся у нас, обучающийся должен уметь правильно заполнить путевой лист, знать работу диспетчерской службы такси, знать перевозки пассажирским грузом и так далее и тому подобное. Вот, поэтому 16, по-моему, часов, как ни поэт не изменяется, мы должны курсанты, обучающиеся, ему рассказать, как это делать. Вот это такой вот блок теории, в блок теории введены такие новшества. Ну, естественно, если мы говорим о вождении, то есть первоначальный навык вождения, часы по данной программе изменились, то есть увеличены с 18 до 24. И остальные 58 часов вождения вообще у нас в этой программе, вместо 50, которая была до этого программы, то есть увеличилось на 8 часов. Ну, и остальные 24 часа, это уже по вождению по городу. То есть в реально дорожные условия обучающийся выезжает. И что еще хотел сказать? Еще хотел сказать, что теперь может любой желающийся по своему наитию или по своим каким-то рекомендациям или по своим желаниям проехать 6 часов с прицепом, то есть пересесть на учебно-транспортное средство, оборудованное сцепным устройством, подключить сам прицеп, проверить работу соответствующего электрооборудования, как прицепляется прицепное. И, пожалуйста, отучиться, сделать упражнения и змейки, и парковки уже с прицепом. Слушайте, ну интересно, хорошо. Много-много реформ все-таки я вот так вот слушаю. Что-то такое новенькое, что для меня, по крайней мере, было незнакомо. Хорошо. Но я так знаю, что в 2012 году ранее еще были внесены изменения в закон об образовании. Вот эти изменения коснулись вас? Ну, естественно, да, конечно. Закон образования, он коснулся всех образовательных учреждений, и автошколы теперь приравнены ко всем образовательным учреждениям в целом. Как мы уже сказали, профессию водителя получили. Совершенно верно. То есть к нам такие же требования, как к среднеобразовательной школе, как к детсаду, как к высшему учебному заведению. И, естественно, все наши учебные заведения, если касается закона образования, который был введен, естественно, мы тоже попали в эту группу изменений. То есть мы необходимо соблюдать все статьи, все пункты закона образования. В данном случае статью об охране жизни обучающихся. То есть мы должны иметь медицинский пункт для того, чтобы... и там должна находиться медсестра, и оказать при необходимости медицинскую помощь обучающимся, которые приходят обучаться в основном в вечернее время, оказать ему первую помощь. Вот. Ну и накормить, накормить. То есть мы должны организовать питание нашим желающим и обучающимся. Но это не входит в стоимость обучения. То есть по желанию, если делают заявку ученики на то, что они хотят как бы вот после работы придя еще принять пищу, то есть принимается заявочка и доставлена будет пища. Первое, второе, третье. Да. И компот. Сейчас в обеденное время, и это особенно актуально. Мне кажется, кстати, это удобный пунктик, потому что действительно многие приходят после учебы, после работы. В нашем ритме жизни действительно очень сложно когда-нибудь что-нибудь покушать, я имею в виду такого сытного, настоящего первое, второе, третье, и компот. Да, только момент, что когда необходимо такой пункт приема пищи осуществить, то необходимо увеличить площадь и помещение, учебное заведение в том числе. То есть нам необходимо, помимо того, что иметь учебный класс, там на 30, на 40 или так далее посадочных мест, мы должны иметь еще пункт питания. То есть это тоже должно быть 30, 40, 50 квадратных метров дополнительно. То есть и это не совсем, понимаете, мы не институт. Это когда идет, когда у нас как в автошколах существует сеть, когда для, опять же, удобства обучающихся, некоторые там точки находятся в разных районах города, и мы это делаем для того, чтобы было удобно нашим клиентам, в том числе, не ехать на трамвае или троллейбусе или добираться с одного конца города в другой, чтобы получить, обучиться и прослушать реакции по ПДД. И в основном это взрослые люди, и уже осознанные люди, желающие получить эту услугу. И я бы здесь не совсем согласилась. Ну, возможно, конечно, если какие-то снеки, какие-то аппараты, кофе, чай, стоит аппарат, а я так думаю, что во многих автошколах такие аппараты и ставятся, но этого было бы достаточно, а прийти на 4 часа и послушать лекцию еще, лекция заканчивается, наверное, в 9, иногда и в 10 вечера. И здесь немножко... Такое двоякое. Двоякое, да, совершенно верно. Хорошо. Немножко вначале уже сказали то, что ПДД еще приняли новый регламент по сдаче экзаменов. Вот все-таки давайте проговорим, потому что, мне кажется, самый ответственный, самый волнующий момент у всех курсантов, как вы сказали, это экзамен. Да, знаете, административный регламент еще не приняли. Он висит в проекте, абсолютно точно. Сейчас создается, принимается, вернее, в ПДД квалификационный экзамен по методике, которая была принята в 2000 году, понимаете. И здесь все ждут этого регламента ввиду, опять же, изменения программы, ввиду изменения положений, закона. Все это, естественно, еще регламент не утвержден. Поэтому, а что касается изменений, которые произошли в ГИБДД, это произошли изменения в закон о безопасности дорожного движения 196. Он говорит о том, что просто какие требования к тем или иным подгруппам участников закона о безопасности дорожного движения. То есть, какие требования и к пешеходам, и к водителям, и к госавтоинспекции, да и то подобное. И, естественно, здесь просто мы здесь подходим к Европейской конвенции, и у нас существуют подкатегории. То есть, все новые категории, которые на сегодняшний момент, которые были до этого, как я говорила ранее, да, А, Б, Ц, Д, Е, то сейчас это категория А, А1, категория М, скутер, категория Б1, трицикл, категория С и С1. То есть, если вкратце поговорить, категория М, это водители должны теперь, если раньше молодые, там, дошколята 15-14 лет могли ездить без водительского удостоверения, и многие, естественно, и разбивались. И это все-таки ответственность такая большая, дорога на общего пользования, то есть, там нет крайних, левых, правых, то есть, здесь все участники дорожного движения. Поэтому сейчас велика эту категорию, с 16 лет ее можно получить водительское удостоверение, то есть, в 16 лет прийти в ГИБДД, соответствующим документам прохождения обучения, автошкола в том числе, и сдать экзамены, ездить уже знающим водителям, да, имеющим правилам, которые знают не только правила дорожного движения, но и может оказать первую педицинскую помощь. Хорошо. Ну и такой, под конец, наверное, нашего разговора, немножко философский вопрос. Как я уже сказала в начале, когда же, по вашему мнению, когда же курсант, точнее, не курсант, а выпускник автошколы, начинает себя свободно чувствовать за рулем, а на дорогах? Именно после окончания автошколы, либо все равно необходимо какое-то время опыта? Ну, конечно, 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 необходим опыт, часы езды и т.д. и т.п. Автошкола не может показать те реальные условия дорожного движения все, понимаете? То есть, она, дорога, она многообразная. Учит АЗАМ автошколы, скажем так? Ну, конечно, АЗАМ, она учит, и когда мы даем, преподаем эту услугу, да, и говорим о том, что нужно делать вот так, 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 поворачивать на левый, на правый поворот, и пропускать пешеходов в том числе. То есть, здесь все равно после какого-то года, может быть, полугода, кому-кому, когда, ну, обучая водитель, уже сделать это автоматически. Все равно увеличилось количество часов вождения, то есть, при обучении. Естественно, как бы ученик более подготовленный выходит на дорогу. Я, как бывший инструктор, то есть, иногда и теперь практикую, так скажем, обучение. Я тоже как бы анализирую, смотрю, все-таки более подготовленные после обучения в нашей конкретно автошколе и, наверное, и других тоже выходят ученики. А остальное, мне кажется, это уже? Но, тем не менее, да, нужно какой-то самостоятельный опыт, потому что вот этот фактор присутствия инструктора, он остается как бы на подкорке, и нужно, чтобы у человека было вот самостоятельное вождение. Вот как только он пересел и самостоятельно, без кого-то, начал управлять автомобилем, вот это и начинается уже прогресс, вот именно вот и в управлении, и вообще осознании вот всей вот этой вот сложности ситуации. Что ж, ну, спасибо вам большое, что были у нас в эфире. Я желаю вам хороших курсантов, которые не подведут ни в коем случае честь вашей школы, а будут только асами на дороге, за рулем. Спасибо вам большое. Мы бы хотели пригласить на все категории, наша автошкола подготавливает, начиная от А, кончая категорией Е. И большое спасибо, что вы нас пригласили. Да, спасибо. Завите, еще придем. Конечно. Если какие-то будут вопросы или что-то может как-то вас заинтересовать, позвоните по телефону, и мы в любом случае проконсультируем вас на любые вопросы и темы. У нас диспетчерский телефон 22 99 109. Ну, все титры, все контакты вы видели на своих экранах в течение нашей беседы. Что ж, мы задали такой вопрос жителям нашего города. Как вы относитесь к девушкам за рулем? Неоднозначные ответы получили. Давайте сейчас посмотрим. У меня мама водит прекрасно, лучше любых мужчин. Сама, к сожалению, к этой категории не отношусь, но мама водит великолепно. Отрицательно. Почему? Слишком аккуратно водит. То есть тебе нужна агрессивность или вождение? Ну, в каком-то смысле да. Девушкам за рулем? Ну, на самом деле, я отношусь к ним положительно, поскольку бывают разные люди. И судить о том, мужчина, женщина, это слишком строго, я считаю. Я думаю, что лучше... Бывают разные мужчины, разные женщины. Это как судить о людях по национальности. То есть я считаю это как-то глупо. Людей, которые думают, что девушки за рулем это очень плохо. Положительно отношусь, а тут ничего такого нет. То есть вы считаете, они хорошо водят машину? Да ну, хорошо-нехорошо, но все-таки положительно водят машину. В современном обществе, пожалуй, можно сказать, что девушка за рулем стала абсолютно нормальным явлением. Конечно, существуют стереотипы, что девушка за рулем, девушки не умеют водить, но я считаю, что это неправильно. Великолепно. То есть не считаете, что они плохо водят? Нет, ну разные есть девушки. Есть, которые плохо водят, есть, которые хорошо водят. Ну, вам не мешают они? Нет, я потому что за рулем не езжу, поэтому мне они не мешают. Девушкам отрицательно, потому что я считаю, что это одна из основных бед на наших дорогах. Будучи по проспекту Ленина, там постоянно если авария, это обязательно девушки, молодые участницы этих аварий. Молодые, как правило. Я считаю, что это очень здорово. Вообще во многом для девушек это стало проще, то, что они могут ездить, чувствовать себя мобильными. А вот если бы спросили бы меня, как вы относитесь с девушками зероем, я бы просто сказала, я к ним отношусь. Да, и на самом деле мне кажется, что девушки могут даже в чем-то и поучить молодых людей. Но это, по крайней мере, мое мнение. 202-11-22, звоните, если со мной не согласны, если хотите высказать свое мнение. Ну, или задайте наши вопросы следующим гостям. Итак, встречайте, у нас Самарский областной автомотоклуб в лице Дмитрия Винтаева, директора. Здравствуйте. Добрый день. Елена Мыльникова, заведующая по учебной части. Здравствуйте. И Валерий Смирнов, директор обособленного подразделения Самарского областного автомотоклуба. Здравствуйте. Ну, мы уже в начале эфира поговорили об изменениях, действительно, очень много изменений произошло. Что можете добавить? Какие еще изменения коснулись автошкол? Ну, действительно, изменений очень много. Наши коллеги сейчас рассказали, что непосредственно коснулось автошкол. Но эти изменения коснулись не только автошкол, но и нас, жителей. И в современном обществе все это как бы из-за рубежа взято. То, что сейчас можно обучаться, стало доступно, стало на автомате. Вы не только обучаясь на машине с автоматической коробкой передач, но и также принимаете, сдаете экзамен на автоматической коробке передач. Если раньше вы учились на автомате, но сдавали некоторые упражнения все равно на механике, это, конечно, был нонсенс. Но сейчас вы можете и обучиться, и полностью сдать на автомате. Но по метке, в правах у вас будет автомобиль с автоматической коробкой передач. А потом пересесть на механику? Да, на механику вы пересесть не можете. У вас все такой же курс, полностью теории вождения, все так же, как с механикой, но ездить вы можете только на автомате. Я думаю, это вот одно из новых, довольно-таки интересных нововведений, особенно актуально для девушек, потому что сейчас многие садятся на автомат и говорят, нам механика не нужна. И в том числе вот наша школа предоставляет только возможность у нас трима автомобиль на автомате новые. И мы можем предоставить как и кроссовер, потому что сейчас современное движение, все стали покупать уже кроссоверы, гейты, мини-джипы, вот так. И обычные седаны и более маленькие машины, все с автоматом. Это вот коснулось нового введения. Ну да, это важное на самом деле изменение, и действительно, мне кажется, многие девушки очень рады этому факту. Хорошо. Вопрос такой, как же все-таки выбрать автошколу, правильно выбрать автошколу? Сейчас действительно открывается много каких-то филиалов. Как необходимо выбирать, по месту жительства, либо каким-то другим критериям? Ну, для каждого человека определенные критерии есть, конечно же. Кто-то смотрит... По близости? Да, на ближайшие автошколы. Но, несомненно, нужно еще уделить внимание все-таки документации автошколы, имеет ли она лицензию на данный вид образовательной деятельности. Нужно посмотреть, конечно же, оснащенность классов, это обязательно. Нужно посмотреть, какой парк предоставляет автошкола, на каких автомобилях вообще обучают. Нужно посмотреть на рейтинги автошкол, обратить на это внимание. Посмотреть, конечно же, количество выпущенных курсантов, сдачу, отзывы почитать. Желательно прийти непосредственно, можно посмотреть на сам процесс обучения, можно прийти уже в действующую группу, есть курсанты, которые занимаются, послушать лекции, посмотреть, как проходит обучение. То есть вы этому не препятствуете? Мы этому не препятствуем, мы, наоборот, только рады. После того, как человек приходит к нам, смотрит, как проходит у нас обучение, он уже делает свой выбор и уже идет и записывается к нам в автошколу. Вот эти нюансы, которые, вы сказали, необходимо обратить на эти нюансы при выборе автошколы. Есть ли информация на сайте у вас? Да, у нас, конечно же, у нас, несомненно, есть информация на нашем сайте, вся документация, этому посвящен отдельный блок, можно зайти, все, в этом убедиться. В любом из филиалов, а их у нас 14 по городу и области, то есть по территориальности мы можем удовлетворить, в принципе, каждого, и ближе к работе, и ближе к дому, он может пойти обучаться. На каждом филиале у нас на информационных досках вся документация вывешена, она у всех перед глазами, можно все посмотреть, прочитать, и срок действия лицензии, и лицензированные классы, где у нас находятся, и какие. То есть все есть. Плюс, ну, конечно же, чтобы выбрать, надо посмотреть расписание занятий, в какие дни, в какие часы проходит теоретический курс, расписание практических занятий. Мы идем, у нас график индивидуальный для каждого курсанта, это может быть любой день недели, включая субботу и воскресенье. Зная, что на сегодняшний день все либо работают, либо учатся, графики у нас составляются индивидуально для каждого. Поэтому курсант может выбрать любое время, как по вождению, так и теоретические занятия. Если он даже пропускает какое-то из теоретических занятий, преподаватель с ним в дальнейшем занимается индивидуально, проходит эту тему. Поэтому много, на что можно обратить внимание, но вот одни из самых таких значимых, ключевых моментов, да, вот, наверное, вкратце о них и рассказал. Хотел еще добавить то, что каждый житель может зайти на официальный сайт ГИБДД, в принципе, и в раздел автошколы посмотреть, какие школы прошли... Аккуминтуют. Да, какие школы прошли аккредитацию, не аккредитацию, а прошли аттестацию, и кто имеет право, какие классы у них на обучение. Там, в принципе, все полностью прописано, сколько человек, какие адреса, где автодромы. И эта информация должна присутствовать и на сайте автошколы, и все это дублируется на сайте ГИБДД нашей Самарской области. Заходите, смотрите, чтобы... Да, есть официальные сайты РЭО ГИБДД, там можно посмотреть количество выпускников и процентную сдачу. Слушайте, ну это, мне кажется, знак доверия, когда ты заходишь какой-то на официальный, да, действительно сайт ГИБДД и смотришь в перечне свою автошколу, мне кажется, это приятно. Конечно. Есть? Да. Хорошо. Я так понимаю, то, что занятия проходят в маленьких группах. Вообще, как проходят занятия в школах? Я так понимаю, разбиваются, да, все так же? Формируются группы, да, у нас формируются группы ежемесячно, стартует новая группа, есть действующие, в которые можно включиться. Идет сначала теоретическая часть, потом уже идет практическая часть. Теория проходит, как правило, вечерами, когда уже все после работы, после учебы приходят и начинают заниматься. Занятие длится как минимум два часа и проходит все от общих положений, что такое дорога, учатся знаки, что такое тротуары и тому подобное, что кто такой пешеход, кто такой водитель. Все эти общие положения с первых занятий проходят, все это учатся. Потом уже и решаются билеты, правила дорожного движения, значит, это и законы, и статьи, все тому подобное. И, конечно же, параллельно начинает уже заниматься на закрытой площадке, то есть на автодроме. Там он получает базовые знания, то есть научится трогаться, его познакомят с автомобилем, расскажут, какая кнопка за что отвечает, какие жидкости куда заливаются. Ух ты, даже это, это тоже. Конечно, познакомят его полностью с устройством автомобиля, на это есть определенные занятия, даже теоретические, плюс практические. Сам преподаватель будет показывать все визуально, наглядно. И отработает параллельную парковку, змейку, горку, разворот, гараж, все эти упражнения, которые потребуются потом в жизни и, конечно же, для сдачи экзаменов в ГИБДД. После того, как отработали закрытую площадку, мы уже начинаем заниматься в городе, в городском режиме. Первые занятия у нас проходят, как правило, в выходные, на дорогах с малоинтенсивностью движения, чтобы курсант ни в коем случае не потерял желание учиться и ездить по пробкам. Сразу, если мы его выпускаем в пробке, конечно же, он будет теряться, будет нервничать. Поэтому первые... отрабатывают и перекрестки, и развороты на перекрестках, и кольца, и тому подобное. То есть уже и в пробочках постоят, все как положено. Все познают на своем личном примере. Все познают на своем личном примере. Хорошо. Когда я обучалась, ну, три самых ходовых категории, это было А, Б, С, остальные тракторы и так далее, ну, специфические, скажем так, только если в профессиональной деятельности такое необходимо. Сейчас очень много категорий. Скажите, пожалуйста, какие категории сейчас обучают, что это категории, как они называются, что включают обучение? На данный момент сохранились основные категории. Это такие, как А, Б, С, Д, Е, плюс добавилась категория М. Также появились подкатегории. То есть сейчас есть подкатегория А1, подкатегория Б1, С1, Д1. Это, то есть, те же транспортные средства, но легкие, так называемые. И, соответственно, остались трамваи и троллейбус. Также еще появились подразделения на прицепы. То есть если раньше был просто прицеп, сейчас есть категория, скажем, там, С1Е, есть СЕ. То есть СЕ – это уже, так сказать, большие прицепы, С1Е – это уже менее… Масштабные. Масса. Масса прицепов уже меньше. То есть сейчас появилось много категорий. Хорошо. Но обычно, как сказать, заказывают, обычно обучаются с подкатегориями сразу, да? Или как вообще проходит обучение? Ну, если брать, допустим, категорию А и подкатегорию А1, здесь как бы разница в объеме двигателя мотоцикла. То есть категория А – это мотоцикл, и имеет смысл учиться на категории. Тогда подкатегория уже открывается автоматически. А категория М, которую вначале тоже наши коллеги упомянули, мопеды, чем отличаются? А, А1, М? Категория М – это у нас мопеды, то есть объем двигателя до 50 кубов, так называемых, кубических сантиметров. Категория А1 – это мотоцикл до 125 кубических сантиметров. И категория А – это уже, то есть большие мотоциклы. То есть это основное различие. Также здесь есть различия и в возрасте обучающихся. То есть категория М и А1 – это с 16 лет. Ее можно получить в категории А строго с 18 лет. В этом есть отличие. Хорошо. Сколько сейчас необходимо обучаться в автошколе? Сроки обучения? Срок обучения на категорию А, М и А1 составляет полтора месяца. И срок обучения на категорию Б составляет три с половиной месяца. То есть мы проходим полностью за это время и теоретический курс, и практический курс, и задаем экзамены в автошколе. Я знаю то, что действительно, мне кажется, иногда ехать-то за рулем в пробках вообще трудновато, а обучать, мне кажется, это еще труднее. Вот какие-то требования предъявляете к обучающему персоналу, к вашим педагогам? Ну, конечно, в педагогии это основная как бы единица в нашей работе, потому что от того, какой педагог, зависит от качества обучения. Мы подходим к этому отбору очень серьезно, и сейчас новые требования ввели, опять же, для педагогов, то, что образование нижне-средне-технического, и каждый мастер производственного обучения, скажем так, он должен пройти обучение и получить два удостоверения. Это непосредственно сам мастер производственного обучения, то, что он имеет право обучать курсанта вождению, и педагогические основы, то, что он может преподавать все-таки, не только учить есть, но и вестите преподавание, потому что, да, там объясните, как знак, что. И мы как бы все это очень строго отбираем, смотрим, и наша школа еще занимается вот как раз обучением педагогов и мастеров производственного обучения. Проходит курс у нас, курс повышения квалификации дальнейшей, когда уже их удостоверения заканчиваются. Поэтому сейчас даже Министерство образования стало более жестко относиться к этим кадрам, проверка документов. Если раньше, было проще, мог как бы, ну, любой человек с любым образованием все есть, да, и вот я умею видеть, то сейчас это уже приравнился как правда к педагогу, у которого должно быть образование, все документы, все полностью. Это как бы ужесточило, но это и, с другой стороны, большой плюс для курсантов, поскольку они как бы уже у профессионалов в руках находятся. Вот. И в нашей школе как бы мы даем выбор студенту, если к нам приходят обучаться, они могут выбрать из большого списка, если у нас там порядка 30-40 человек, выбрать именно того, к кому не хотят пойти. У нас на сайте есть их фотография, биография, все полностью, когда прочитать. Ну, и так там есть вот, когда все идут обычно по отзывам, по знакомым. Сарафанное радио. Да, сарафанное радио, я вот хочу там к этому инструктору. Поэтому мы предоставляем такой выбор, мы не ограничиваем то, что именно в эту группу вот именно вот этот. «Пожалуйста, ради Бога, выбирайте, смотрите». И я надеюсь, во всех школах, наверное, так. Хорошо. Ну, то есть, знаете, если человек, который обучает вождению, уже имеет какие-то профессиональные, имеют педагогические навыки, это хорошо, потому что сразу вспоминаются анекдоты, когда инструкторы кричат на своих курсантов. Такого, наверное, сейчас уже не будет, потому что педагогика, она все-таки несет какой-то запас такого нервного иммунитета, я ее не веду. Да, ну, все мы люди, как бы, поэтому наша школа, мы постоянно ведем мониторинг качества, обзваниваем наших клиентов, все ли хорошо. Все ли их устраивает. Да, все ли их устраивает, чтобы если вдруг там мало не сошлись с характером, то мы сразу меняем педагога. Ну, таких случаев единичны, но они все же бывают. Ну, все равно индивидуальный подход к клиенту здесь сохраняется. А мы видели с вами сюжет, как относитесь к девушкам за рулем, но не могу спросить вас. Как относитесь к девушкам за рулем? Положительно относимся к девушкам за рулем. Некоторые девушки даже дадут еще уроки многим мужчинам. Это уже старый стереотип, когда девушка не может управлять автомобилем, все это, конечно, все могут, все учатся. И на сегодняшний день огромный процент водителей – это девушки за рулем. Много, да, кстати, приходят учиться сейчас? Да, конечно. Много, но я даже скажу, сейчас такая тенденция, что на категорию А, на мотоциклы, уже больше половины, даже, может быть, половина приходит девушек, молодых девушек, которые хотят отучиться на мотоциклах. И мы скоро, наверное, в городе увидим большое количество мотолюбительниц, скажем так. Это вот с каждым годом все больше и больше. Особенно в этом году прям уже значительно больше девушек за рулем именно мотоцикла. Слушайте, ну я бы не рискнула, на самом деле. Мне кажется, мотоциклы – это страшно. Но опять же, потому что я не веду эту науку, не веду это искусство, потому что действительно надо уметь управлять этим конем. Ну, я думаю, кстати, да, вчера видела буквально девушку за рулем мотоцикла. Очень интересно. Красивая, замечательная девушка, длинноволосая, рапунцель. А вот за мотоциклом. Такое необычное, мне кажется, зрелище сейчас, а в скором будет, наверное, абсолютно нормальным и неудивительным. Хорошо. В финале в наш эфир какие-то наставления, какие-то пожелания для наших телезрителей, для ваших, быть может, клиентов потенциальных? Что пожелаете? Автолюбителям, начинающим. Автолюбителям пожелаем удачи на дорогах. Всем, кто желает пойти учиться, мы приглашаем к себе на обучение. У нас 14 филиалов, повторюсь, в каждом районе города и области, поэтому по территориальности можно выбрать любой, который будет удобен. Мы всех ждем. У нас абсолютно новые автомобили, новый автопарк. В лето все оснащены кондиционерами. Это актуально, это очень удобно. И так все нервничают, а это хотя бы нервничает в кладке. Да. У нас сдача экзаменов на наших автомобилях. Мы в свой парк предоставляем срок обучения 3,5 месяца. Проходит полный курс теории, медицина, психология, устройство автомобилей и полный курс вождения. Да, про категорию я хотел добавить, потому что очень много мотоциклистов. Мы вас ждем, у нас есть еще такое экстремальное вождение, школа мотокросса на нашей базе, где вы можете сначала попробовать себя в экстремальных условиях на закрытой площадке, мототрассе, а потом уже подвигаться в город, чтобы более комфортно и безопасно ездить. Спасибо большое вам. С вами была программа «Универсальный формат». Пока-пока.